Приветствую вас. Начать нужно с того, что вы не сможете начать, как вы говорите, отношения с чистого листа, потому что просто забыть невозможно, к нему можно изменить отношения, сделать какие-то выводы, но изменить просто невозможно. То, что вы пытались забыть, как бы начать с нового листа, хоть и обговорили все волнующие моменты, да, но это на самом деле частично самообман, потому что, еще раз повторяю, с нового листа начать нельзя. Это первое. Второе. Побороть чувство страха, тем более, если страх навязчивый, побороть чувство страха, если страх навязчивый, категорически нельзя, потому что за этим страхом скрывается, собственно, ваше желание. Ваше чувство, которое вы себе подавили и заменили вот этим самым страхом изменой. Поэтому это необходимо раскрывать, это необходимо исследовать, необходимо докопаться до того, что же там за этим страхом изменой, а на нем по-любому что-то есть. Потому что страх измены это не аутентичное чувство, это скорее вот такое сублимированное, интроэктивное чувство. То есть чувство, которое вам, к вам пришло извне. Вот это первое. Побороть нельзя. С другой стороны, интересная мысль о том, откуда вообще к вам пришла идея, идея что-либо побарывать. То есть почему вы именно хотите побороть, да? То есть вы не хотите, к примеру, понять, что за чувством стоит, да? А хотите побороть, вот откуда это? Ну это вот, ну тоже такая история. С этой историей тоже нужно работать, да? То есть откуда у вас эта идея, что вот нужно побороть что-то, что-то и для чего-то, вот. То есть опять же это, скорее всего, некий интроэкт, который вы, вот, которому вы, условно говоря, научились у кого-то. И скорее всего у своих родителей, у кого-то и своих родителей. Вот, если вы считаете, что нельзя, соответственно, да, как этот чувство испытывать, вы считаете, что вот, ну, неприемлемым для вас, к примеру. Ну, к примеру, к примеру. К примеру. И так далее. Вот. Понятно, да? О чем я тебе поречь? Дальше. Вы пишете, что оба мужчины, которые были у вас до, собственно, текущего момента, они вам изменяли. Вы оставили за кадром вот этот факт, факт своего отношения к этому. То есть, как вы относитесь к тому, что вам изменяли? Вы говорите, что меня это ни капельки не задело. Я верю, что это вас ни капельки не задело. Верю вам. Верю. Но, как вы считаете, кто за это ответственный? Давайте разберём ваше поведение, почему мужчины вам изменяли. Ведь эта измена означает, что им всего-то не хватает. Так давайте определим, давайте определим, чего им не хватает. Чего им может не хватать, к примеру. Вот. И так далее. То есть, это очень важная история. Понимаете, да? Далее. Вы говорите о том, что боитесь боли. Боль это такая, на мой взгляд, очень важная. История. То есть, боль, когда есть боль, это сигнал. Это сигнализация о том, что что-то вы делаете не так. Это сигнализация о том, что что-то происходит неверно. И боль, это индикатор того, что нечто вы делаете неправильно. То есть, боли не нужно бояться. Жить без боли, это, по сути, вакуум, просто да. Боль необходима. Бывает нормальный уровень боли, бывает ненормальный уровень боли. То есть, боль свойственна для человека. Любой человек испытывает боль, это норма. Вы, какое впечатление, что боль испытывать как бы, ну, не хотите. То есть, вы не хотите быть человеком. Вы, я представляю, отвергаете в себе чувства и не хотите меняться, не хотите корректировать, не скорректироваться, не хотите развиваться, надо боитесь боли. То есть, боль, это естественный стимул, индикатор развития. Боль выполняет защитный механизм, защитную функцию. Это значит, что-то я делаю не так, нужно что-то подкорректировать. Далее всё. Страх измены. Вообще, измены боятся. У вас навязчивый страх измены. Что позволяет говорить о том, что, возможно, вы хотите, чтобы вам изменились. Возможно. Потому что у вас три мужчины. Три. И все три измены. То есть, либо вы таких людей выбираете, либо вы ведёте себя так. Но это очевидный родительский сценарий. И либо вы толкаете себя к тому, что вы недостойны отношений, и поэтому боитесь измены. Что вы недостойны отношений, и пытаетесь себе доказать познанательно, что вы действительно недостойны. А больно это так. Следствие. Либо вы боитесь измены по другой причине, что вам невыносима мысль, например, остаться одной. Что вы боитесь быть брошенной. Что вы боитесь там расставания. Что вы боитесь никогда не встретить там, ну, не быть человеком, не создать семью, и так далее, и так далее, и так далее. Под эту версию не совсем подходит то, что с первыми двумя мужчинами вы расставали слегка. А сейчас вот вы переживаете. Сейчас очевидно, что этого человека вы любите. Но ваша любовь пока проявляется только в том, что вы боитесь измены. То есть, вот, вы говорите, что вы его любите, но боитесь измены. То есть, ваша любовь отстоит привязанность к человеку. Тягу к нему. Страх потерять. Любовь это не страх потерять. Что будет вашим чувством к человеку текущему, если убрать страх потеря? Что останется? Что останется? Вопрос? Вопрос. Поэтому, я рекомендую вам вот на эти вещи обратить внимание. Дальше. А вы пишите, значит, подскажите, пожалуйста, как бороться навесиваю страх. Ну, вы правда считаете, что ваше чувство такое достаточно сложное, возникшее, ну, не в первый день, не в первый день, да? Вы правда считаете, что есть какой-то уникальный рецепт, который вам позволит отствовать бояться? Нет, 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 и ещё раз нет. Поэтому нам не нужно себя обесценивать, если вы себя обесцениваете, это ещё один факт, с которым нужно поработать, чтобы себя обесценивать. Ну, вот, но, тем не менее, тем не менее. Отношение к самоизмене, то есть, что это, как это, почему происходит, какой вклад вносите вы в это, а вы вносите свой вклад в измену, это однозначно. Это тоже нужно исследовать, тоже нужно исследовать, тоже нужно прорабатывать, да. Дальше, начать верить, пишите вы, да, как начать верить своему молодому, значит, человеку. Ответ никак, потому что вы не верите себе. То есть, вы сомневаетесь в себе, поэтому вы сомневаетесь. Но из-за этого доверие невозможно. Доверие возможно тогда, когда человек верит себе, а верит себе, верит другому. По-другому не работает. Вот вам и ответ. Начинайте верить себе, начинаете принимать себя, начинаете ценить себя, и тогда вы будете верить и принимать другого человека. И смены вас пугать не будут. Потому что, ну, у нее есть причины. И четко знаете, что, к примеру, если меня человек изменил, но он меня любит, значит, были причины, были проблемы у нас, исправив которые, измена больше не повторится. Либо, если нас только раньше человек не изменил просто так, ну, в силу вот того, что, например, недостаточно много разжечь, значит, это не мой человек, я на такие отношения не согласен, все, мы расстаемся. Все. Но для этого не нужно бояться потерять, для этого нужно быть уверенным в себе, уверенной в себе личностью. Вы такая? Судя по тому, что вы боитесь, нет. Кроме того, сам страх, сам страх, он, по большому счету, сам страх, свидетельствует о некой вашей потребности, которую нужно реализовать, опять. Так, страх это хорошо, для вас. Но, с ним нужно работать, а вы пытаетесь его побороть. И в этом заключается основная противоречия, скажем так. Вот, в принципе, то, что можно вам ответить. И, возможно, вы не выплакали, не выплакали, не высказали всю боль своему молодому человеку. По поводу, вот, измен. То есть, вот, вот, тут. Вот. Видите, да? Тут нужно ему это выразить. От первого лица нужно сказать. Сказал. Как? Вы себя чувствуете. Что? Вы чувствуете. то есть. То есть, возможно, вы, ну, так, вот. Из-за этого еще, еще, у вас, значит, нет. Полного доверия. То есть, вы, как бы, не уверены в том, что человек вас примет полностью, опять же. А почему? Потому что, потому что вы себя сами не принимаете. Вот. А в этом, собственно, и ключевая, ну, одна из ключевых особенностей. Вот. Так что, на мой взгляд, оттолкиваться вам нужно именно от этого. От того, что я сказал сейчас. В принципе, на этом все. Надеюсь, что помог вам. Обратите внимание сейчас на себя, на свое дело, которым вы могли бы заниматься, на собственную реализацию. То есть, у вас 22 года для своих лет вы слишком много переживаете по поводу отношений. То есть, это может говорить о том, что вы недооцениваете себя, что вы переоцениваете отношения, что у вас нет направленности на реализацию собственную. То есть, у вас есть времена, вот, подобного рода переживания. Вот. И это, на мой взгляд, неприятно. Вот. Для вас. И деструктивно. Опять же, для вас. Вот. Вот. То есть, мне видится так, что сперва можно поработать с вами, допустим, а потом можно будет, ну, вот, как бы и с вами, и с молодым человеком. Позаниматься. Вот. Вот. Ну, если желание такое будет у вас. Вот. Вот. Вот, мне видится такая ссора, в том числе. В том числе, да. В том числе. В том числе, не хватает, вот, грубо говоря, ориентирования на себя. Ну, это корректировать. Вот. Вот. Было бы желание. Было бы желание ваше. Вот. И что для вас? Значит, отношения и человек. То есть, ну, вот, ваш партнёр. Так. Так вот это. Тоже более конкретизировать надо, да. Для вас, опять же. Вывод нуждается. Вот. Вот, в принципе, так мне видится ваш путь, ваш путь к тому, чтобы стать свободной от страха ревности. Вот. Но я не знаю, вот, как вы хотите. То есть, вот, я не знаю, не знаю, как вы хотите, хотите ли вы работать с психологом, не хотите ли вы работать с психологом, да. То есть, это вот, уже вопрос к вам. Вот. Ну, в принципе, так, я думаю, можно ответить вам на ваш вопрос. Надеюсь, что это было вам полезно. Если у вас дополнительные вопросы остались, буду рад помочь, обращайтесь в личку. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделать его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. До новых встреч.